Музыка Остались самые слухие, которые уверены в себе, все изучили, все знают и готовы к испытаниям, как раньше называлась эта процедура. Вот в 70-е годы она стала называться «Экзамены», а до этого в вузах она называлась «Испытания», «Вступительные испытания» и «Экзамены», «Испытания», «Прошел испытание», «Корень пытки», да, так ведь? Так что вас мало, поэтому мы вас можем тут попытать, хорошо испытать. Но мы уверены в этом пытании. Почему? Потому что вот те, кто ходил, я думаю, что они получили такую хорошую школу. Хотя она не долгая и не широкая, но она зато глубокая. Почему? Потому что она идет из понятия, она идет из теорий, причем из передовых теорий, причем из таких теорий, которым альтернативы в мире нет. А вот, скажем, другое какое-нибудь экономическое учение есть в мире, чем бы можно было заменить учение Маркса. Такого учения нет. Западный мир, западные экономисты, серьезные и глубокие, те, кто получают Нобелевские премии, они экономик эту изучают все равно по капиталу. Они его там не так читают и что-то им не нравится, но никуда не уйдешь от того, что только там теоретически в понятиях рассмотрены все экономические взаимосвещения. Поэтому Адам Смит – основатель этой науки и его все почитают во всем мире, как, скажем, Аристотеля – основателя логики, формальной логики, по крайней мере. Так и Маркс, он, значит, теоретик, продолжатель, обоснователь Адама Смита, его систематизатор, как хотите, можно назвать. Но это такой вот Адам Смит, разработанный для XX века. И к XXI мало кто чего добавил. А если добавили, то Владимир Ильич Ленин, империализм как высший садик капитализм. И эти вещи вы хорошо поизучали. Хорошо я имею в виду, вот не про подробности, подробностей может быть мало, а в смысле качества, в смысле самого характера изучения, опору на понятия, на теоретический подход к делу. И мы рассчитывали, что вы больше научитесь учиться. Я вам говорил в прошлый раз, что вы приходите сюда учиться, то есть по смыслу русского языка – учить себя. Мы вам только помощники, подсказываем краткие пути, эффективные пути или, как говорил Энгельс о науке и логике, компендией, кратчайший путь к познанию. И я думаю, что за вот это, хотя и краткое время, вы тут такую подготовку и прививку получили, и дальше вам будет уже легче учиться. Что касается сегодняшнего экзамена, то он относительно простой. Значит, у каждого из вас три вопроса, вы подготовились к этому делу. И мы преследуем эту цель ещё, что здесь мы учимся говорить не потому, чтобы научиться говорить, не потому, чтобы изучить риторику, да, а потому, что мысль, она связана с выражением, со словом. И человек, проговаривая что-то, он тем самым развивает и мышление. Поэтому, скажем, как детям полезно с детства рассказывать стишки, сказки, петь песенки, так и взрослому человеку проговаривать какие-то серьёзные вещи. И самая глубокая и серьёзная вещь – наука логики, которой тоже мы посвятили немалое время, и я думаю, что вот эти первые категории тоже вы усвоили. И это вам тоже ключ к дальнейшему изучению науки логики. Поэтому, кто хочет развиваться, будет продолжать науку логики сам изучать, капитал сам изучать. Ну, а мы здесь всегда готовы, значит, помочь, проконсультировать, подсказать что-то. Если придёте послушать, пожалуйста, приходите послушать. Ну, то есть, связи со старыми слушателями мы всегда приветствуем. У вас есть что-нибудь? Ну, я хотел бы дополнить, что, во-первых, учёба с окончанием первого семестра, она не заканчивается. В Красном университете и те, кто захочет её продолжать, могут продолжать. Второе отделение, так называемое Красного университета, оно у нас пожизненное, фактически, да? Да, и мы тоже сами всё учимся. Она предусматривает, прежде всего, самостоятельную работу с источниками изучения и написание статей, статей, докладов. Есть возможность принять участие в традиционной, уже ставшей традиционной конференции Красного университета, которая проходит в августе и в этом году также будет в августе проходить. Можно подать свои тезисы, так сказать, и лучшие из докладов можно будет изложить непосредственно на самой конференции. Кроме того, я хотел бы напомнить, что науку логики можно продолжить изучать в кружке любителей гегельской диалектики, который два раза в месяц ведёт профессор Михаил Васильевич Попов. И, кроме того, не забывайте, что у нас также работает университет рабочих корреспондентов, который проходит на территории РКРП, на Очаковской, по четвергам еженедельно. Там больший упор делается на практические вопросы, то есть это вопросы профсоюзной борьбы, это вопросы политической борьбы. Там порой возникают острые политические дискуссии, и там есть возможность проявить те навыки пропагандиста, которые вы приобрели в Красном университете. Всеми этими возможностями нужно пользоваться и, конечно, свою учёбу продолжать. Здесь нет каких-то границ. В интернете есть. Да, безусловно, всё это выкладывается в интернете, но те, кто живёт в Ленинграде, могут точно поучаствовать в работе вот этих двух кружков. Какие вопросы есть? Какие сомнения? Нет вопросов, нет сомнений. Тогда приступаем к экзамену. Кто первый? Первому легче всего сдавать, на самом деле. Мужчины все хотят на женщин спихнуть, женщин вперёд. Толкнуть. Так, номер один. Так что ли? Ну, смелей, смелей, смелей. Первый – это сразу плюс балл. Правда, Александр Сергеевич? Да, засмелась. Первый балл засмелась. Меродия. О, так прежде. Пожалуйста. Медведева, Алиса Станиславовна. Пожалуйста, Алиса Станиславовна. Первый вопрос. Тождество, различие и противоречие. Сфера сущностей есть официальная сфера бытия. В сфере сущности категории имеют рефлективный характер. Это имеют форму рефлексии. Тождество есть простое равенство отрицательного в себе. То есть, это рефлексия взятая со стороны равенства в себе. Но это не абстрактное тождество от различия, а тождество различного. Различие же есть равенство, неравенство отрицательного в себе. То есть, рефлексия взятая со стороны неравенства. И также это различие тоже не абстрактное, а различие именно тождественное. Соответственно, тождество и различие, они подразумевают друг друга. Каждая из них есть целая. И в каждом из них есть момент того и другого. Соответственно, тождество и различие есть. Получается, что они различные, они разные. То есть, это есть как разность. В разности есть два момента. Это одинаковость и неодинаковость. Одинаковость и неодинаковость, они безразличны друг к другу, но взятые вместе, они составляют единство, противоположность. Моменты противоположности — это положительное и отрицательное. Положительное — это одинаковость, в котором есть момент неодинаковости. А отрицательное — это неодинаковость, в котором есть момент одинаковости. И каждая тоже подразумевает друг друга. Они неразрывны друг с другом. И, соответственно, противоположность... Какая каждая является друг другу противоположность. И поэтому... И создается противоречие, что каждая есть в том и другом. В каждом есть момент одного и другого. Каждая отрицает, но одно без другого быть не может. Поэтому в каждом месте есть противоречие. Противоречие — это борьба и единство противоположностей. Потом, после, вот как всё. Единство противоположностей на одном основании. Это противоположности одного. Ну а пример из жизни-то тоже действия, различия. Как это выяснило? Как вот мы видим пользу от того, что мы знаем, что вот вещь, она и тождественная, и различная. И тождествует, и тождественна сама себе. И различна сама себе. Ну вот это как, например, как человек, как он и тождественна себе, и различен. Совершенно это любой предмет. Так же, да? Он и тождественна сам себе, равен самому себе. И отличен от самого себя. Движется, развивается, скажем. В этом смысле эта категория, она похожа на нечто, которое, значит, имеет момент в себе, быть и я, и момент в бытия длинного. Оно и то же самое в себе. И всё время изменяет, всё время другое. Так что смелее вот эти вещи. А в жизни-то это мы всё время видим, как люди одни настаивают на тождестве, а другие на различии. Ну это одно и то же. Одни. А вы говорите, да вы что? Это совсем другой человек. Или вот до сего дня все считали, ну хороший человек Петров, Мариев он. И, значит, работник хороший, и вежливый, и культурный, бабшек через дорогу переводит, а потом раз, оказывается, украл кошелёк у соседки. Вот, оказывается, в нём противоположное, значит, свойство ещё более сильное, чем положительное. И в спорах, в дискуссиях одни настаивают на тождестве, другие настаивают на различии. И не примирить людей. А почему? Потому что они просто не видят этой вот стороны дела, которая есть в любой вещи. Тождество и различия. Они есть друг в друге. Есть, каждая есть целая, а в качестве момента содержит свои противоположные. Так, второй вопрос. Второй вопрос. Классы и определение классов. Мироклассов. Классы – это большие группы людей, отличающиеся по месту в системе определенной общественного производства. И исторически определенные. И исторически. Разные в истории есть классы, да? И система. По отношению к средствам производства отличаются. Также отличаются по роли общественной организации труда, то есть исполнителей и руководителей. и по размеру той доли общественного богатства, которую они получают. И по способу получения. Да, да, вот. Нельзя это делать. И по способу. И по способу. Ну и какие способы? Ну, собственно, один класс, может, например, он только своим физическим, умственным трудом? Нет, он уже заработал физическим трудом. А каким способом он получает зарплату? В каком виде он получает доход? Какой способ единственного рабочего есть? В виде заработной платы. Заработная плата, да. А у буржуа, у капиталиста? В виде прибыли. В виде прибыли. А прибыльный капитал? А другие какие, вы знаете? Другие есть? Например, может быть, в виде ренты, в виде процентов? Ну, эта рента, это тоже прибыльный капитал. Гонорары еще есть. Скажем, интеллигенция, она много, особенно вот артисты, крупные артисты. Они получают крупнейшие гонорары, больше, а у них для бурра импирт дохода. Так, ладно. Какие еще образы? Источником этих гонораров также является. Неоплаченные продукты? Да, конечно. Но интересно было бы рассмотреть как раз класс мелкой буржуазии, потому что это же не заработная плата, то, что они получают. С другой стороны, это нельзя назвать и чужими неоплаченными. То есть они получают, да, как во всем. Мелкая буржуазия, какой у нее способ получить? Мелкая буржуазия. Мелкая буржуазия. У нее двойственный характер. Она, с одной стороны, может иметь и небольшой наемный труд, но она и включена сама в процесс производства. Да, поэтому получают как бы за свой труд и от эксплуатации части. прибыль получают. Понятно. Третий вопрос. Да. Третий вопрос. Советы и отмирание государства. Советы являются высшей формой демократии, так как они представляют самый прогрессивный класс, который отстаивает интересы трудящихся, интересы большинства. Во-вторых, советы как диктатура пролетариата идут к уничтожению классов, уничтожению честной собственности и, соответственно, государства. На пути к уничтожению государства, отмиранию государства стоят некоторые трудности. Трудности, заключающие в том, что в социализме нет антагонистических классов, нет классов, которые нужно подобрать, но остаются действия, тенденции, которые нужно подобрать, которые воречают интересам рабочего класса. также есть какая-то трудность, то, что остается различие между людьми умственного и физического труда и разница между городом и деревней. В силу роста производительности труда сокращается рабочий день и за счет сокращения рабочего дня появляется свободное время у трудящихся, которое они могут направлять уже на изучение военного дела, так и изучение техники управления государством. Таким образом ведет сокращение дальнейшей распространительности туда сокращения рабочего времени и каждый рабочий и каждый трудящийся начинает привлекаться в управлении государством. Таким образом каждый трудящийся уже не только работает на предприятии, но и уже участвует в управлении государством. Уже нет этого отделения на классы, нет классовых этих различий, что одни управляют, а другие работают. в целом как-то так, может быть какие-то вопросы по этому. Понятно. Когда советы-то родились? Советы родились в 1905 году в Иваново-Вознесенске в ходе статичной борьбы на предприятиях они образовались как объединились для борьбы с капиталистами, с владельцами заводов для того, чтобы вести переговоры не каждый отдельно с определенным владельцем завода, а все вместе со всеми капиталистами. Ладно, а кому-нибудь вы помните из вот этих героев 1905 года в Иваново-Вознесенске? К сожалению, вот это у нас слабый пункт у многих, что конкретность-то людей забываем, а вот не надо забывать, что там были это же выдающиеся люди. Скажем, вот лидер Федор Афанасьев рабочий, он работал и в Рии, и в Питере, и в Москве, потом он приехал в Иваново-Вознесенске, там его убили в этом 1905 году, но не сломили. Да, и вот недавно только я прочитал, окажется, Фурманов, знаете, писателя Фурманова-то? Что он написал? Чапаева? Чапаева, да. Лиза Котова. Нет, это Серафимович. А это Чапаев, вот написал Фурманов, и в фильме Чапаев, там он представлен комиссаром Чапаева. И вот Чапаев, этот Фурманов, он оказывается из Иванова. И он в этих делах 1905 года участвовал. И в частности, вот я писал, как погиб Афанасьев. Это я вроде много знал и писал об этом Ивановском совете, но не знал. А тут нашел книгу интересную именно на пятом годе. И там вот эта статья Фурманова, вот я удивился. Да, Фурманов, значит, Афанасьев, Кедров, там был такой известный советский деятель, Воронцова, член совета, и потом государственный деятель в Советском совете в 20-х годах, мемуар она написала хороший в 25-м году о совете. Теперь Фрунзе, Фрунзе было тогда в пятом году 20 лет, а он в партийной организации был в этой. Он не из рабочих, в совете он не участвовал, но он как шлед партии помогал организовывать этот совет. В 20 лет вот героин. А учился он вот здесь, его после политехнического, его после первого курса выгнали, и там стоял памятник до недавнего времени, и мемориальная доска. Вот памятник они куда-то задевались, прятали, а доска памятная Фрунзе сейчас там стоит. Ну ладно, еще есть вопросы? Думаю, что и сейчас. Да, спасибо большое, призывайтесь. Кто следующий? Алексеев Вадим Алексеевич, я подготовил только два вопроса в ответ и прошу дать возможность мне на первые, на вопросы первого раздела по философии дать возможность письма на следующую неделю. Алексеев Вадим Алексеевич. Значит, основные признаки империализма. Среди основных признаков империализма Ленин материал следующее. Во-первых, монополизация капитала, то есть концентрация капитала в руках крупных монополий, сращивание банковского капитала промышленного и появление в результате него финансового капитала, который имеет всю полноту власти и возможность максимально эксплуатировать рабочих, преобладание вывоза капитала над вывозом товаров, так как капитал стремится эксплуатировать рабочих в текст странах, где рабочая сила самая дешевая, окончание раздела территорий между крупными капиталистическими странами, крупными капиталистическими хищниками, как их еще называли, и появление союзов крупных капиталистов монополистов, монополистов, капиталистических монополий. объединяются объединяются для того, чтобы процесс получался в результате монополизации капитала, и происходит для того, чтобы максимизировать извлечения прибыли и эксплуатировать трудящихся. это они уже делали и раньше, а тут они поделили мир, мир уже поделил, но они хотят его переделить. А, переделить это связи с тем, что растают противоречия между капиталистами? Да, отсюда, от этих попыток передела возникает что? Войны, возникают, войны, разрушения производства и передела мира. В каком году написана была эта работа Владимира Ленина? Между 900 и 95-го. Нет, этого рано берешь. В 17-м. Когда началась борьба за передел мира? В 13-м. В 14-м. И стало быть, она и вызвала мысли. И в 16-м году была выписана память. Так, еще вопросы по этому вопросу? А что-то изменилось с тех пор? Да, вопрос хороший. С тех пор изменилось, конечно, потому что произошли социалистические эволюции в многих странах сразу полчаса после Первой мировой войны и после Второй мировой войны. И сейчас мир поделен на капиталистические страны и на страны социалистические, одной из которых самым крупным является Китай. Ну, а в самом империализме это что-нибудь изменилось? в самом империализме из определенного количества крупных империалистических хищников их стало меньше. То есть основной сейчас это США. Раньше это еще были европейские страны. А природа империализма. Природа нет. Да, природа осталась та же самая. Опять хотят переделить, делят, дерутся за территорию, за государство, за власти. Хотя все изменяется, конечно, если с этой точки зрения подходить. Изменяется. Третий вопрос. Третий вопрос. Что такое научный социализм? Научный социализм это составное одно из составных частей марксизма, которое обосновывает необходимость и неизбежность перехода от капитализма к коммунизму. Она основана на учениях социалистов и тупистов и материалистическом понимании истории. На двух частях? На трех. И на политэкономии. Политэкономия, утописты и материалистическое понимание истории. Философия русская. Тогда надо было так и подчеркнуть. Философия это диалексика распространенная, материально распространенная на диалексику, на философские проблемы и на понимание общества, на материалистическое понимание истории. Ну, хотя бы не очень убедительно. Еще вопрос. коренное отличие научного социализма от этапического сути. социализма основывается на выводах, которые были сделаны ученые в области политэкономии, а также на гегелевской диалектике, которые поставлены на материалистическое основание. То есть выводы не сделаны, основываются на научных теориях. так и те базировались, тоже основывались на научных теориях Хорье, например, да? И на экономических теориях, и на политических теориях. А суть-то в чем? В чем существенно в корне отличается научный социализм, от это химия? Возможность его применения на практике? Не усвоено, на этот вопрос. Может, подскажите? Молодец. А я сказал, что он отличается тем, что это именно система. Это все научность, система, научность, еще что-то, теории. Это методология. Да. Как представляли себе переходы, к социализму, социалисты-утописты. Плавным, постепенным. Да. Жаль, что на этом вопросе споткнулись практически все. Потому что я думаю, что все-таки мы его и вспоминали. И я и вспоминал в своей лекции. что утопические социалисты, они рассчитывали на понимание, что вот они открыли там мощную систему Фурье и Леон, все эту систему примут, богатые тут действительно к ним какое-то время повалили Коуину, предлагали открывать, значит, фабрики по его типу, образцу. Даже вот этот Николай I, который стал потом царем у нас, он Коуину приезжал и предлагал ему открыть в России такую фабрику. Фурье, Леон, Соловью, Леон. Вот новое общество, новое производство я открыл, значит, кто хочет его устроить, обращайтесь, там, каждый четверг с пяти до семи, и мы это сделаем. Вот он просидел в своей улице, проржал, когда к нему там кто-нибудь темный придет и даст едем, так и не дождался. Тогда как научный социализм говорит, что дело тут не в понимании, не в уме, что кто-то там умный, кто-то там дурак, а изменить общество реально может только реальная материальная сила. Такой реальной материальной силой является рабочий класс. И в этом главное отличие научного социализма, то, что он увидел эту материальную силу, а рабочий класс заинтересован принципиально, радикально заинтересован в изменении этого строя. Это материальные условия освобождения. Только через революцию. Да, только через революцию. А другие, они этого не понимают, они все рассчитывают на сознание. У них идеалистическое понимание истории, они исходят из идеи, из сознания, из науки, из системности, и еще там. А у Маркс и Энглеса материалистическое понимание истории. Они исследуют материальные и материалистические отношения, и тот материальный класс, который заинтересован реально в этом движении. Так что это принципиальный вопрос. И вот мне странно, что он недостаточно осмыслен. Но я надеюсь, что теперь, после вот этого даже кратик к обсуждениям, с учетом тех знаний, которые у вас есть, вы теперь будете четко различать научный социализм от утопического социализма. А наряду с утопическим социализмом еще какие есть утопизмы или утопии появились в 20 веке? Социализм? Нет, утопии вообще. Ну, там много еще было сейчас конкретно вспомнить не будет. Не конкретно, а класс утопий возник в 20 веке, антиутопии. Вот, где нам рисуют, какая будет тяжелая жизнь дальше. Особенно, если кто-то будет заниматься там революцией, но они нам устроят жизнь. Так что, вот появился такой же направлений специалистов. Так, еще вопрос? Или все? Ну, по философии я прошел на следующей неделе письмирование ответить, потому что я не смог подготовиться. вообще никакой. Ну, из того, что будет предложено было по списку, не смог сожить. Я, в общем, готов дать ответ еще один. Ладно, комиссия посовещается по вашему вопросу, присаживайтесь. Пожалуйста, пожалуйста, кто-то идет? Хорошо. Ну, тогда у нас остается одна копейка до двора. Так, первая философия материалистическое понимание истории. Это самое материалистическое понимание находит в свое выражении вывод ставьте. Александр Пригодич Сергеевич находит свое понимание в историческом материализме, то есть это одна из трех составных числе марксизма и означает материализм, диалетический материализм, примененный к истории. Согласно материалистическому пониманию истории, определяющим моментом в ней является производство и бизнес-производство жизни, это цитата Энгельса. Но в этом кроется два момента. Во-первых, это производство средств в жизни предметов и самой жизни, то есть человек. То есть здесь в этом самом воспроизводстве жизни кроется, во-первых, развитость труда, производительность труда и семьи. Но здесь определяющим является все-таки именно труд. Так я хочу привести пример, что повышенная производительность труда в эпоху первобытного коммунизма привела к выделению из общинного хозяйства мелких хозяйств, а потом их развития. Это перевело к подвигу общины и выделению и развитию группового брата в брак патрии. То есть развитие труда позволяем на развитие семьи. все. Так я так понял, что правоволитическое общество возникает от мелкособственности. Товарное производство возникает из мелкособственности. А правоволитическое возникает из разложения первобытного коммунизма. Так вот разложение. И что означает это разложение? Появление государства разделения на классы. Да, вот государство появление. И стало быть государство становится вот такой общиной государственной общиной богатых родоводейцев. Для них государство это общая структура, с помощью которой они управляют. 30 тысяч человек управляют обществом в 400 тысяч человек. То есть в 10 раз больше, чем они. Так, ладно. Еще какие вопросы по этому пункту? В каком климате возникает первое государство? Да, вот вопрос. Так, еще раз. Первое государство – В каком климате возникает первое государство? Первое государство – это в ну, египетское государство, шумерское государство. Ну, это какой-то аплеваттор. Суд тропический. Ну, дельта дыла, то есть жаркий, в принципе. И как вы считаете, с чем это связано? С тем, что там первое появилось ну, человек зародился именно в каком-то жарком климате и, соответственно, развитие там шло до определенного момента, развитие там было до определенного момента выше, чем в других местах. Да, и среднегодовая температура 21 градус. Вот в этом средиземноморье и с юга и с севера среднегодовая 21 градус. А в России нынче? А в Европе нынче? Да, вот такие цифры полезно тоже знать, что Россия самая холодная страна. Вот никакой более холодной страны ни на севере, ни на востоке, ни на Западе больше нету прекратить. И в этом холодном климате процветает наша держава мощная. Так, что там, еще вопрос? Нет, первого вопроса достаточно. Да. Дальше положение об империализме как к кануне социалистической реанимуальной усилии. Его надо обосновать, а сейчас его надо обосновать. Так говорят, потому что при империализме как в высшей стадии капитализма обостряются и получают свое наибольшее развитие все основные генетистические противоречия. Во-первых, это концентрация производства. Приводит к еще лучшей организации пролетариата. Концентрация капитала способствует расслоению мелкой буржуазии на крупную буржуазию и пролетариатную большинство входит именно в пролетариат. Таким образом усиливаются противоречия между трудом и капиталом. Также концентрация производства и его монополизация увеличивают полномерность внутри экономики, потому что внутри монополии продукты труда движутся не как товары и они движутся полномерно. Таким образом, проще говоря, происходит подруг товарного производства и это показывает, что сама экономика уже объективно готова к ее социалистическим преобразованиям. Также раздел мира между министическими странами способствует усилению эксплуатации в колонях и таким образом они тоже включаются в мировую коммунистическую борьбу. войну способствуют усилению противоречия между другом и капиталом. Таким образом, и капиталистическая экономика и рабочий класс при его должной организации объективно готовы к социалистической революции. Ну, так это объективно. Вы более-менее нам рассказали. А субъективные то тут есть какие-то нет? Ну, субъективные ну, например, война способствует субъективным причинам для аволюции. Объективный фактор. Субъективный что такое? Субъективный причин для аволюции субъект то что такое? Тот, над кем совершается действие. Ну, здрасте. Просто же там конечно. Да, то есть вот нет ощущения, ощущения нет. Не говоря уж о понятии. Что такое субъект, да? Субъект ну, распространенное такое мнение, что человек это вот субъект, субъект это человек. И это правильно вообще-то говоря. Но! Это правильно, но не истина. Почему? Потому что конечно в целом и как правило человек субъект своих действий, отношений там и так далее. Но человек бывает объектом. Он объект эксплуатации, да? Он объект нападения, он там объект, еще чего-нибудь. Он там в лесу оказывается объектом диких зверей, животных. Объект комара. А вот сел комар на вас, пьет вашу кровь. Вы объект, а он субъект. Почему? Потому что он действующий. Субъект это тот, кто действует. Человек, комар, лев, значит, класс, государство. Тот, кто действует, тот объект, тот, кто подвергается воздействию. Тот объект. Тот, кто действует субъект, тот, кто подвергается воздействию объекта. Причем действующие и испытывающие действия, вот такие категории, были впервые зафиксированы еще Аристотелем. Но он их вот в такой форме зафиксировал, что одно действующее, а другое испытывающее действие. То есть он понимал, что есть вот такое отношение во всем. Но сформировал на то время так. Тогда Аристотель еще не знал что такое субъект. Но сами действия, сами отношения вот эти он понимал и выразил. А мы-то должны четко понимать, что есть объективная сторона и объективные условия революции. Есть революционная ситуация, в ней объективные условия для нее обострения противоречий, вовлечения в нищету больших масс людей и так далее. А есть субъективные факты? Какие? Ну готовность, например, коммунистической партии, готовность к пролетариату. Ну готовность к действиям, да? То есть готовность к действиям класса, во-первых, во-вторых, это обусловлено готовностью партии. Есть ли партия, которая поможет классу организоваться, стать субъектом в подлинном смысле этого слова? Или развитым субъектом? Или, как говорил, сказал бы Гегель, в себе и для себя субъект. Вот. А скажем, ну сейчас он скорее субъект в себе, рабочий класс. Он действует. Он действует в себе. У него нет организации больших, широких, общефедеральных. Поэтому он в себе. Он еще не стал для себя. Что значит не стал для себя субъектом? Он не осознает в своей массе своих интересов. И мы с вами, люди грамотные, должны до него донести, объяснить ему его интересы, чтобы он стал субъектом для себя. А вот когда он станет субъектом для себя, он будет уже готов стать и субъектом в себе, и для себя. То есть субъектом в подлинном смысле слова. в полном, в полном смысле слова. Так что и человек, который учится, который еще не научился, он как бы еще не субъект в полном смысле. Он еще не осознал себя в своей среде, в своем сословии, в своем классе, в партии, какой ему значит, были взрослые люди там смотрят, а в какую партию вступить или на выборах, какую партию выбрать. Такого рода вещи грамотный человек уже должны быть решены давно, а не выбираться. Так, как вы, следующий еще есть? Пожалуйста, слушай. Это исторические типы государства, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, социалистическая. Да. Тут два замечания. Во-первых, то, что любой тип государства, как настройка, соответствует экономическую базу, terrorist, хотя бывают в истории такие моменты, когда они не соответствуют, но они очень быстро разрешаются, так, например, в Марк после революции социалистическое государство еще не вполне соответствовало, точнее, базис еще не вполне соответствовал социалистическим государству, этот вопрос был решен. Также, что социалистическое государство, это уже не вполне государство, а это, как говорил Маркс, пролетариат организованных государствующих классах. Все. Как-то очень лаконично у вас. Ну, спрашивайте. Это называется наводящие вопросы. Сейчас наведем, какие у вас есть. Наводящие вопросы. Ну, он пока думает, я знаю. Но как может соотноситься государство, значит, с базисом в смысле соответствия? Какие тут есть варианты? Ну, например, если в базисе каталистическая экономика, то у нас все богатство общества, его большую часть, соответственно, все власть, по идее, должна иметь буржуазия. Но так как вас, слушай, взял пролетариат, и он заинтересован в экономическом уничтожении буржуазии. И таким образом он... Но я-то вопрос более широкий, в общем, в плане поставим. Значит, государство может содействовать развитию базиса, быть впереди и подтягивать базис. Государство может отставать от базиса, тормозить базис, действовать в противоположном направлении, скажем, что мы с вами, кстати, и пережили в Советском Союзе в последний период, когда государство действовало против развития общества. И в конце концов развалило это общество. Социалистическое превратило в капиталистическое. И так и в ужасном обществе, скажем, в Германии, да, скажем, правительство где-то до Наполеоновска, там, конец 18 века, оно действовало против базиса. Оно тормозило, держалось за феодальность, за феодальные стороны государства. Феодальное было государство, и правительство его укрепляло. Тогда, как, скажем, во Франции произошла революция, и правительство стало мощно развивать и превращать феодальный базис в буржуазный базис. Там буржуазия уже была довольно развита, поэтому задача там у них была объединена. Так же и в нашем, в российском обществе, скажем, реформы 1861 года, они уже, значит, вызвали такое буржуазное развитие, как бы, развитие капитализма, дали простор некоторых развития капитализма, а государство оставалось феодальной монархией. Значит, и революция в феврале 1917 года, она привела государство в соответствие с базисом, сделало и государство буржуазным, как базис уже был буржуазным. Социалистическая революция, как вот вы правильно говорите, наоборот, да, в экономике в базисе еще много буржуазма, или даже в первые месяцы в советской власти оно все было буржуазное основание, а государство уже было буржуазное. И оно строит базис в соответствии со своими интересами, в соответствии с интересами рабочих классов. И за 20 лет оно фактически построило базис, соответствующие социалистическому государству. Так что одно дело категории, их общее понимание, да, а другое дело применять в каждой конкретной стадии, к историческому процессу в целом. То есть тут надо быть смелее, чтобы эти категории, понятия у вас были такими подвижными, чтобы вы ими владели динамично, использовали их для рассмотрения общества. Все? Вопросы все у меня? У вас есть немало вопросов? Вопрос следующего характера, немножко выходя за пределы. Вот классические типы, исторические типы государств, они ведь наблюдались не на всей территории земли, правильно? То есть нельзя сказать, что все страны полностью проходили классические варианты рабовладения, феодализма, но в стадии капитализма никто не миновал. А что касается рабовладения, например, древнерусского государства, было ли это основным экономическим базисом рабовладения? Когда-нибудь? Да. Когда-нибудь? Ну, на какой-то его территории, может быть, и было, но все-таки, в принципе, мы его прошли, и сразу был феодализм. Да, в нашей историографии господствующая точка зрения такая с давних времен, что, так сказать, в России рабовладения не было. Но вот в конце XX века появились авторы-историки, которые говорят, что был там в кратенький момент или в отдельных там местах рабовладения было. В частности, Фраянов выступил с этой идеей, обосновал ее как-то, хотя с широкой поддержкой, мне кажется, он пока еще не нашел. Ну что, хватит? Да. Все, свободно. Хорошо. Может, да. Так, ну что у нас? Представьтесь. Да, целовать. Михаил Дмитриевич. Так, ну, первый вопрос по философии, я буду тщательно на вопрос теоретическая, практическая идея и абсолютная идея. Первая теоретическая идея – это идея истины. И, ну, чтобы это лучше понять, я предлагаю идею сначала рассмотреть, что такое идея, что такое истина, потом вместе. Сама по себе идея – это мысль, которая, ну, нам подсказывает, что делать, то есть она отличается от целеполагания. А истина, вот в данном случае теоретическая идея – это соответствие понятия объекта. И отсюда тогда мы получаем, что идея истины – это идея познания мира. А если сказать еще более конкретно, что познать – это значит выразить в понятиях. То есть, для идеи истины, точнее, идея истины – это идея о том, что мы должны выразить весь наш мир в понятиях и достигнуть соответствия между понятиями в нашем сознании и, соответственно, объективным внешним миром, который мы узнаем. Идея блага – это уже, точнее, практическая идея – это идея блага. Благо у нас связано непосредственно с развитием. Но не просто развитием, мы, ну, все знаем, изучали диалектику, что развитие – это у нас движение нише к выше, у простого к сложному, но оно подчинено единству и борьбе противоположностей. То есть, оно происходит у нас через противоречие. И здесь, получается, у нас два момента – как прогресс и регресс в этом движении развития. Поэтому под благом, в первую очередь, мы понимаем именно вот эту прогрессивную сторону. То есть, причем прогресс не абстрактный, а прогресс именно направленный в интересы всего общества. Вот, и тогда абсолютная идея – это у нас, получается, единство идеи блага и идеи истины. То есть, мы должны вести прогрессивное преобразование мира, опираясь на наши понятия. То есть, чтобы успешно что-то преобразовывать, нужно сначала познать, как это устроено, познать, в соответствии с какими законами преобразование должно происходить. И, ну, то есть, у нас, получается, уже даже второе понимание истины, как соответствие объекта, понятию, то есть, соответствие полученного нами результата, той исходной цели, которую мы перед собой ставим. Так у вас что, два понимания истины? Нет, ну, не по моменту истины. Ну, то есть, двойственность у нас точно есть, что понятие объекта, и объекты понятию – это и то истина, и другая истина. Просто, различие в том, что, ну, как бы, скажем так, что первит, ну, в познании первит, ну, как бы, понятие соответствует объекту, а в преобразовании, наоборот. Понятие одно, да, понятие истины мы рассматриваем. Истина есть, соответствие понятия предметов и предмета понятия. Или на философском языке это называется в Энгельсе, в Людовике Фейербахе, и Энгельс называется, у философов это называется тождество мышления и бытия. Почему? Потому что и это движение, и это, они взаимодействуют все время. Мы все время оцениваем, соответствует ли наше понятие предмету, вот, и соответствует ли этот предмет понятию. Вообще-то это по содержанию одно и то же, становление тождества. Просто с одной стороны мы, в одном случае мы смотрим с одной стороны, а в другом случае мы смотрим с другой. Ну, а истина-то она одна. Ну, да, это соответствует, просто я говорю, что в зависимости от того, что мы тебя, если мы познаем, то… Да, понтия Пилат задает Иисусу, Христа. Христу вопрос, что есть истина? И что Иисус отвечает? Он сказал, ты сам знаешь, что это такое? Да? Я есть путь и истина, отвечает Христос. Вот это он проповедует там, я есть альфа, омега и путь. А в этой ситуации Христос ничего не отвечает, он молчит. У Булгака он молчит, а в Библии он молчит. Нет, наоборот, у Булгака, он говорит, истина стоит в том, что у тебя болит голова. Почему? Потому что ты водишь в воздухе рукой левой, которой ты привык ладить собаку, и несмотря на то, что вот её сейчас нету, ты водишь рукой. Это и говорит о том, что у тебя болит голова. И, значит, он же врач Булгаков-то, и он знает старые секреты там, египетской и прочей медицины, что опытные врачи, терапевты, он из секта терапевтов Иисус, они по радужной оболочке глаз могут определить болезни, заболевания человека. Кстати, и сейчас это практикуют, но уже с помощью аппаратуры. Вот поэтому… Шерлотан. Скорее всего, что шерлотан, да. Но тогда для Иисуса вот это было знание. Так что Булгаков вот так говорит. А в Библии ничего не говорит то, что бесполезно, говорит человек, если перед ним стоит истина, и он этого не видит, не понимает. Во-первых. Во-вторых, Гегель вслед за немецким философом и поэтом Клапштоком говорит, что этот вопрос Понтий Пилат задает в таком смысле. Ну, что есть истина? Вот с такой интонацией. Ну, что есть истина? Дескать, истина всем известна, а ты тут, значит, ерундой занимаешься, и тебя вот приговорили к смерти, и я вынужден, значит, тебя отправлять на смерть. Так что вопрос открытый. Хотя сам Иисус говорит, я научу вас истине, и истина сделает вас свободными. Это правильно, это Демокрит. Демокрит еще до Христа дал определение, значит, свободы. Свобода есть осознанная необходимость. То есть, для того, чтобы быть свободным, нужно знать необходимость. Будешь ты знать, будешь ты свободен. Не знаешь? Поэтому и мы с вами изучаем эти вещи-то. Почему? Потому что мы хотим быть свободными и людьми с достоинством. А нас этого достоинства лишили. Причем лишили неучи, что обидно-то. Мы гораздо, я имею в виду вы, гораздо умнее и способнее этих неучей, которые в погоне за бабками и дворцами по несколько миллиардов, они про всякую науку и про всякую серьезность давно забыли. Поэтому, если бы был грамотный народ, то их голыми руками взять и посадить в тюрьму и все. Но пока, раз народ сам в массе своей неграмотный, он этого сделать не может. Поэтому Ленин и говорит, надо учиться, учиться, учиться. И учиться настоящим образом коммунизму, да. А мы еще не настоящим образом учимся и разделяем истину. Вот две истины у нас, оказывается, получилось. Это две истины было в 17-18 веке. Одна, дескать, вот Бог там мир создал, но он больше не вмешивается. А тут мы наукой разбираемся. Это вот даисты, две истины у них были. Одна, что мир создан Богом, а другая, что он развивается, стоит. Еще там вопрос есть? Нет, просто Софья. А после следующего? Да, конечно. Ну поехали. Теперь политическая экономия. Я буду отвечать на вопрос, назовите основные признаки империализма. Ну, во-первых, да, начать с понятия вообще с общего понятия, да, империализм. Империализм – это, если кратко, монополистическая стадия капитализма. То есть она является, причем да, она является высшей и последней стадией развития капитализма. То есть, как бы дальше уже некуда, она в свой предел, грубо говоря, упирается. То есть за ней уже только социализм может следовать. Поэтому для империализма у нас характерны, как я уже выше сказал, это самое главное – отсутствие свободной рыночной конкуренции, то есть монополизм. Сращивание промышленного и банковского капитала с образованием финансового капитала. Причем в этом союзе банковский доминирует над промышленным. И, соответственно, на фоне этого у нас выделяется прослойка финансовой олигархии. Потом следующий признак – это преобладание вывоза капитала над вывозом товаров. То есть для империализма характерны именно вывоз своих производств в колонии, потому что там дешевле рабочей силы, и можно более эффективно эксплуатировать. И рабочей силы, и подвозка. Сырья, условия производства. Да, опять-таки, ну и все можно это взять на месте. В том числе, что там, грубо говоря, не знаю, на отопление не надо тратиться на составные органы. Потом, ну вот это я уже затронул в предыдущем пункте, что у нас происходит территориальный раздел мира между империалистическими хищниками. То есть как бы есть, ну даже одно время у нас был один главный хищник или несколько, которые противоборствуют между собой. И, по сути, они как бы грабят все колонии, которые, ну как бы, не развиты, которые как бы не могут им противостоять. Ну и в дополнение еще можно выделить, вот на основании всего уже сказанного, это все больше и больше увеличение эксплуатации трудящихся с целью как раз-таки прибыли. Ну то есть то, что эти монополии распространяются уже на несколько стран, то есть у них, скажем так, есть… Как это называется? Да. Ну вот, я говорю, будут… Когда они распространяются на несколько стран, то что это за монополитиковые? А, транснациональные корпорации. Транснациональные, да. Вот. То есть, ну грубо говоря, у них есть, скажем так, у них наиболее развитая техника, которая позволяет им производить еще большее количество товаров, ну и следовательно, как бы эксплуатация, она связана, что чем больше рабочих производит, у него этот продукт, который вот так забирает, у нас рост эксплуатации прослеживается, да. И, ну и вам плюс, да, что я уже сказал, что выпуск капитала этому тоже очень хорошо способствует. И еще одна черта есть у империализма, что это появление огромного числа рантье, это такие люди, которые уже не организуют никакие производства, не участвуют в образовании, не только вкладывают деньги, живут на проценты, то есть это уже как бы паразитизм в квадрате получается. Ну, ну да, то есть, соответственно, эти деньги, которые они вкладывали, точно так же будут из эксплуатации рабочих. Чуть ли вопроса? Опять про передел мира за мир? Да. Ну, так что здесь? А, что здесь передел мира? А, ну да, давайте я расскажу. Да, все, что ждали. Ну, грубо говоря, как мы уже подчеркнули, чаще у нас именно эта конкуренция происходит между монополиями. То есть, сначала они, грубо говоря, захватывают, обретают производство внутри своей страны, но им нужен как дал, это самая возрастающая стоимость, и им нужно постоянно куда-то расширяться. Вот происходит захват колоний. Мы понимаем, что, если еще повезло, мы понимаем, что колонии у нас не бесконечные, мир у нас, грубо говоря, земной шар ограничен, и рано или поздно эти монополии вступают с собой в конкуренцию за рынки сбыта, за то, кто будет эксплуатировать, например, данную колонию. И сначала начинаются торговые вои, но потом это все больше и больше обостряется и переходит уже в стадию чаще военного конфликта, и, скажем так, тем самым они свои кризисы разрешают. Ну, даже можно еще такой пример привести, что у нас все, особенно империалистические хищники, они производят оружие, производят, накапливают, накапливают. И война – это отличный способ как раз его сбыть, обогатиться и заодно разрешить все эти противоречия. Ну и какие, вы знаете, современные транснациональные корпорации? Ну, например, Samsung – это производство электроники, Apple – тоже электроника. А потом, как правильно это называть, господи, Coca-Cola – это производство некачественного питания. Ну и как, знаете, вы примерно хотя бы сколько ВВП в США? Сколько стоит? Какой объем? Я слышал, что из 100 самых крупнейших экономик мира, 50, которые лежат вот этим транснациональным корпорациям. Ну да. А вот вообще, если ВВП, сколько пример? К сожалению, не бывает. Такие вещи тоже полезны. Ладно, узнаете потом. Хорошо. И нам расскажете еще вопрос здесь? Начало войн все-таки, с чем оно совпадает? С чем связано? Понятно, что противоречия, они все время существуют. Когда начинается война пирамидористическая? Ну, когда, ну, я говорю, что когда уже все рынки переделены. Только ли с разделом рынков связано это? Как развивается капитализм, капиталистическое производство? Что для него характерно? Ну, постоянное взрастание эксплуатации. А, все, я, кажется, понял, почему вопрос тут. Что, грубо говоря, особенно в империалистических войнах есть такая тенденция, ну, скажем так, к шизации. То, что, ну, я говорю, что, грубо говоря, что рабочим подменяют, что ты не потому, что мы тебя эксплуатировали, а давай других захватим и будем все вместе этими продуктами. Ну, это политика, это рапт-тройка. Рапт-тройка не в эксплуатации, да. Речь идет об экономической, вы же понимаете, что, и сами сказали, о том, что основой империалистических войн является экономика. А, ну, кризисы перепроизводства. Кризис перепроизводства, совершенно верно. А что, собственно говоря, со самими средствами производства происходит? Что делает капитализм с помощью войн? А, ну, отчасти он еще и, получается, разрушает эту промышленность и снова… Ну, и как-то у вас это оберкнулось. То есть, это момент смены основных производственных войн, да. То есть, капитализм через войны разрушает вот это созданное производство. И войны являются мощнейшим стимулом при капитализме для обновления всех средств. А, ну, да. Кто победил, тот, по сути, всех проигравших кредитовать и будет, чтобы это восстанавливать. И это неизбежно, да, при империализме. То есть, это делает, поскольку капитализм не меняется в том плане, что цикличность развития все равно сохраняется. Значит, это делает неизбежным империалистические войны. Да. Ну, что там. Еще вопрос. Да. Ну, и третий вопрос по участию научного социализма. Здесь вопрос совета и проблемы отмирания государства. Ну, я тогда отдельно про советы про отмирание государства и там, как они связаны между собой. Ну, когда речь заходит о советах, здесь самый, конечно, ключевой термин является диктатура пролетариата. То есть, как бы, советы – это вот способ, которым осуществляется диктатура пролетариата. Да, изначально советы у нас еще формируются в недрах капиталистических отношений, да, как из забастовочных комитетов на предприятиях. То есть, советы уже, когда они появляются, обретают некую свою силу. Они ведут переговоры не с отдельными предприятиями, а выражают более трудящихся по какому-то населенному пункту, в котором эти советы появляются. Также у нас, и, точнее, впоследствии, советы с все больше набиранием своей силы, они подбегают уже не только экономические требования, но и политические. И после пролетарской революции советы уже, получается, полностью берут власть и, как бы, полностью отражают интересы рабочего класса. И причем, да, поскольку, точнее, интересы рабочего класса и его развитие, они полностью совпадают с интересами вообще всего населения. Вот, это, как бы, кратинка про историю совета. Самыми образцами советов у нас, точнее, образцовая система советской власти у нас была с 20 по 36 год, когда именно советы формировались по производственным единицам. То есть, скажем так, от фабрик заводов через профсоюзы выбирали самые передовые члены этого производства и они формировали совет. То есть была у нас двухступенчатая, ну, городской или поселковый совет, или областной. И уже из этого совета еще представители уже отправлялись в Верховный съезд советов. И советы у нас, получается, были как-то и законодательные, и исполнительные власти. То есть они сами принимали законы, потом выбирали исполнительный комитет, который будет контролировать все принятые законы. Ну и, соответственно, уже на каждом предприятии все это исполнялось. И что самое важное, что у советов всегда есть возможность отозвать своего кандидата с любого... Своего депутата. Да, да, своего депутата, будь то с городского совета, будь то с Верховного съезда Совета. Вот, то есть, ну, а также еще можно отметить попутно, что у нас советский власт еще имел широкую общественную опору на профсоюзы, общественные организации, партии. Вот это касается, как бы, кратенько про Советы. Про социалистическое государство — это, если дать научное определение, это бесклассовое государство, в котором полностью не преодолены еще классовые различия. И поэтому социалистическое государство мы можем считать полугосударственным, поскольку у нас уже нет противоборствующих классов, нет подавления эксплуатации одного класса другими. И, скажем так, нет частной собственности. Это, как бы, я отсылаю, да, получается, к работе Федериха Энгельса, возникновение семи государств и частной собственности, что вот этих вот атрибутов, на которых возникает государство основных, их еще нет. Их уже нет, да, уже нет, да, прошу прощения. И вот, но, однако, у нас еще сохраняются родимые пятна предыдущей безвлазной формации, то есть поэтому, ну, полного хронизма еще нет, поэтому еще есть необходимость в государственном, ну, то есть оно как организация, да, пролетариата, то есть я говорю, что нет противоположного класса. И вот эти все, скажем так, родимые пятна, они заключаются в следующем, что, ну, в разных, да, областях у нас есть мелко, например, буржуазное мышление, то есть оно заключается в том, чтобы поработать поменьше, а получить потом побольше от всего произведенного. Могут они в каких-то там единичных, например, случаях проявляться, там, преступностью, спекуляцией, ну, редко, но такое тоже бывает, это тоже нужно подавлять. Ну, и вообще, в целом, наверное, нужно бороться с любыми тенденциями, которые противоречили, да, интересам пролетариата, вот как у нас, например, было от 20-го, 22-го, когда отменяли диктатуру пролетариата, когда рыночная реформа началась, это тоже нужно подавлять. Потом есть еще родимые пятна, так, как раз-таки разница людьми физического и умственного труда, различия между городом и деревней, еще, наверное, что стоит отметить, еще, почему государству все-таки необходимо, потому что, да, в отдельной взятой стране у нас победила пролетарская революция, мы даже, возможно, построили социализм, остается еще мировая филозия, империализм, которая так-то, как бы, хочет эти завоевания повернуть спять, поэтому есть необходимость обороняться. И в итоге отмирание у нас как раз-таки происходит через, с помощью, вот как раз-таки, советов и диктатуры пролетариата, вот советы и диктатуры пролетариата должны для отмирания полного государства, для отмирания государства, то есть для построения полного коммунизма, делать следующее. Они вот необходимы, они должны преодолевать все вышеперечисленные народимые ребята, причем с помощью развития производительных сил, увеличения рабочего времени и вообще в целом экономии труда, сделать, соответственно, это высвободившееся время, ну, сделать так, чтобы, точнее, в это свободное время человек начал осуществлять свое полное всестороннее, свободное всестороннее развитие, и более важно, что он мог участвовать как раз-таки в управлении этим государством, то есть, чтобы, там, например, выбирали Ленин, чтобы победить бюрократию, но чтобы каждый немножко стал бюрократным. Вот, в целом, как бы, так. Правильно, какие вопросы? Удалось полностью заместить органам советской власти российский государственный парад после революции или не удалось? Так, еще раз после революции? Ну, после революции, да, октябрьской революции, удалось полностью, так сказать, органам советской власти заменить ранее существующий парад государственной Российской империи? Ну, да. Или все-таки пришлось его использовать? А, нет, ну, в первую очередь, нет, поначалу приходилось сотрудничать с царскими специалистами, хотя бы по одной простой причине, что, ну, как бы, подразумевается жда, что все, большая часть трудящегося, да, трудящегося населения должна участвовать в управлении государством. А как это осуществлять, если, ну, там, 85, кажется, приблизительно, да, процентов, например, и крестьянства было, и пролетариат не очень грамотный, они были не вполне еще грамотными для того, чтобы взять полноту власти, и их нужно было первое время какое-то обучать. То есть у нас там был, например, известный ликбез, да, то есть как раз таки, чтобы потом эти люди могли встроиться в управление поначалу, да, приходилось использовать и царских специалистов, и не... Ну, то есть, например, по изначальной задумке, если я правильно помню, вообще, например, была идея устранить милицию, а, ну, пришлось, например, там... То есть пришлось использовать этот государственный аппарат, но уже поставив его на новый рельс. Да, аппарат был сломан, государство старое сломано, а специалистов, ну, их областей, начиная там от письма водителей, кончая генералитетом. А в 1927 году еще Мерецков говорит, что половина генералов были происходящие из Арт-Кэроли. Поэтому людей... Так же, как, кстати, и в 1991 году. Редакция «Народная правда» была в Смольном, и мы туда проходили и видели, что уже в буржуазном этом Смольном, в буржуазном правительстве Санкт-Петербурга, многие люди, которые там работали, особенно, там, отвечающие за свет, там, да, ремонтщики, уборщицы. Они все как работали, так и остались работать там. Потому что откуда они наберут этих новых уборщиков? Так у нас, по сути, бизнесмены все те же самые. Они тоже, как бы, из партии вышли, и все остальное. К сожалению, такое тоже бывает. Нет, это немножко другое. Без изменов-то таких открытых. Я говорю, что у них, как бы, даже, скажем так, полного понимания нет, потому что у них элементарной практики не было. Вот и денег, бизнеса в Советском Санкт-Петербурге. Да, еще вопросы? Да, пожалуйста. Хватит? Хватит. Спасибо. Остался последний. Хотя мне все же эти письма не надо. Не надо. Уже пришли. У нас устный экзамен. Да, у нас устный экзамен. Выступал активно на занятиях, задавал вопросы. Часто мешал. Значит, да, пытался, значит, свое только зрение провести. И тут вдруг такой афронт. Ну, что так? Я письменно. Письменно. Ну, мы не можем кого-то составить. Да, составить не будем, конечно. Ну, что, тогда на этом закончим собственную экзаменационную часть и подведем итоги. Отлично. Да, да, да. Надо посовещаться. Да. Буквально пару минут. Товарищу Алексею, может, придать. Ждать письменного ответа. Ну, наверное, ставить удовлетворительно. Да, наверное, конечно. Так, а мы к вам кого-то не записали еще? Нет, все. Раз, два, три, четыре, пять. А, мы его не записали? Не записали, потому что не учатся. Ну, конечно, раз такое дело, пусть дает устно. Письмо. Пусть дает письмо. В итоге получается, что у нас сегодня три человека сдали очный экзамен. Это Медведева Алиса Станиславовна, отлично. Пригодич Александр Сергеевич, хорошо. Целованников Михаил Дмитриевич, отлично. Алексеев Вадим Алексеевич, ждем от вас ответа по философии. Ну, от вас, соответственно, ждет полный ответ. Так, какие вопросы к комиссии? Какие возражения, замечания, несогласия? Слушаем, пожалуйста. Нету. Ну, ладно, дорогие товарищи, тогда разрешите поздравить тех, кто сдал с успешной сдачей экзамена. Вот, я думаю, что наука эта пошла вам на пользу. Она, я думаю, сыграет еще большую роль в вашем становлении. Как и многие люди добились больших успехов, которые прошли через наши руки. Я думаю, что мы их тут называли. И даже называли еще не всех. Вот, вы их знаете, всех хорошо. Вот, поэтому и для вас, значит, кто врубался, узнавал, вот хорошо сдал экзамены, вот те, я думаю, получили вот такую базу. Ну и не порывайте с этой учебы, продолжайте. 21-й век – это век непрерывного теперь образования на протяжении всей жизни. И в профессиональном смысле на работе вас все время там будут, значит, теребить разными курсами, разными там дополнительными изучениями. И в общественном смысле жизнь все время заставляет нынешнего человека все время быть вот в этой форме. Кто, конечно, хочет быть в гуще жизни, жить интересной и насыщенной жизнью, общественной жизнью. Кто не хочет, кто хочет хозяйственными делами заниматься, тот занимается хозяйственными делами. Но мне кажется, что это не очень интересно. Ну и как Денис Борисович сказал, что наши двери в будущем открыты, у нас есть второе отделение, где человек занимается, изучает классиков. Если нужной консультацией общается с нами, мы всегда рады, всегда идем на встречу нашим слушателям. Причем таких слушателей довольно много. Некоторые даже вступают в Российскую рабочую партию, но это является активными членами, даже лидерами теперь уже молодыми партий. Так что у вас есть в гряде хороший путь. Пожелаем вам смело, уверенно идти по этому пути. Спасибо, в добрый день. Спасибо. До встречи в новом году. Субтитры создавал DimaTorzok